Аркадий Гайдар. Горячий камень. Жил на свете одинокий старик. Был он слаб, плёл корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб. Он пришёл на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед. От щеки его через губы пролёг кривой рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым. Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался, взвыл и тут же был сторожем схвачен. Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или, что ещё хуже, отвезти его в школу и рассказать там, как было дело. Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в ссадинах. Позади, как овечьий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слёзы. Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку во своясе, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав догонку ни одного слова. От стыда и горя Ивашка забрёл в лес, заблудился и попал на болото. Наконец он устал. Ивашка опустился на торчавший из мха голубой камень, но тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу, и она его через дыру штанов больно ужалила. Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был, как уголь, горячий, и на плоской поверхности его проступали закрытые глиные буквы. — Ясно, что камень был волшебный! — это Ивашка смекнул сразу. Он сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписи глину, чтобы поскорее узнать, что с этого камня может он взять для себя пользы и толку. И вот он прочёл такую надпись. — Кто снесёт этот камень на гору и там разобьёт его на части, тот вернёт свою молодость и начнёт жить сначала. Ниже стояла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, и не такая треугольником, как на талонах в кооперативе, а похитрее — два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые. Тут Ивашка Кудряшкин огорчился. Ему было всего восемь лет, девятый. И жить начинать сначала, то есть опять на второй год оставаться в первом классе, ему не хотелось вовсе. Вот если бы через этот камень, не уча заданных в школе уроков, можно было бы из первого класса перескакивать сразу в третий, это другое дело. Но всем и давно уже известно, что такого могущества даже у самых волшебных камней никогда не бывает. Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес ведро и звездки, а на плече держал палку с мочальной кистью. Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал, вот идет человек, который очень свободно мог бы хлестнуть меня крапивой, но он пожалел меня, дай-ка теперь и я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжело. Вот с такими хорошими мыслями подошел к старику благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик сурово поблагодарил Ивашку, но уйти с караула на болото отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые очень просто могли бы за это время колхозный сад от фруктов очистить. И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из болота в гору, а он потом придет туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню стукнет. Очень огорчил Ивашку такой поворот дела, но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжичь о камень руки, отправился Ивашка на болото. Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую траву. «Вот», – думает он, – «теперь я вкачу камень на гору». Придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен и счастливой жизни, конечно, никогда не видел. А другие люди ее видели. На что он, Ивашка, молод. И тоже три раза он такую жизнь видел. Это когда он опаздывал на урок и совсем незнакомый шофер подвез его на блестящей легковой машине от конюшни колхозной до самой школы. Это когда весной голыми руками он поймал в канаве большую щуку. И, наконец, когда дядя Митрофан взял его с собой в город на веселый праздник первое мая. «Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит», – великодушно решил Ивашка. Он встал и терпеливо потянул камень в гору. И вот перед закатом к измученному и продрогшему Ивашке, который, съежившись, сушил грязную промокшую одежду возле горячего камня, пришел на гору старик. «Что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома?» – скричал удивленный Ивашка. «Или ты надеешься разбить камень рукою?» «Нет, Ивашка», – отвечал старик, – «я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жизнь сначала». Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его по голове. Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает. «Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен», – говорил старик Ивашке. «А на самом деле я самый счастливый человек на свете». Ударом бревна мне переломило ногу. Но это тогда, когда мы еще неумело валили заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел только на картинке. Мне вышибли зубы. Но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни. С шашкой в бою мне рассекли лицо. Но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию. На соломе, в низком холодном бараке, метался я в бреду больной тифом. И грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна в кольце. И вражья силы одолевает нас. Но, очнувшись вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавал я, что враг опять разбит и что мы опять наступаем. И счастливые с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки. И робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, как она сейчас, могучей и великой. Это ли еще глупо, Ивашка, несчастье? И на что мне иная жизнь, другая молодость, когда и моя прошла трудно, но ясно и честно? Тут старик замолчал, достал трубку и закурил. «Да, дедушка», – тихо сказал тогда Ивашка. «Но раз так, то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог бы лежать на своем болоте?» «Пусть лежит на виду», – сказал старик, – «и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет». С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе неразбитым. И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут во свояси. «Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойная совесть, плохое настроение. А что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала». Однако постоял-постоял и вовремя одумался. «Э-э-э», – думаю, скажут, – увидав меня помолодевшим соседи. «Вот идет молодой дурак. Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо. Не разглядел своего счастья и теперь хочет тоже начинать сначала». Скрутил я тогда табачную цигарку, прикурил, чтобы не тратить спичек от горячего камня. И пошел прочь своей дорогой.